Просроченная температура, включающая 60 суток. По карте. Просрочно? Да, на двое суток. Хотите, мы можем компенсировать? Это то, что моральное ущерб к вам пришло от такого столкнуться, таким неприятным ситуациям. Здесь наши контактные данные есть, если вы считаете, что можно в досудебном порядке регулировать? Нет, это наша ошибка, мы допустили ошибку. В любом случае, документы мы вам передали, исковое заявление, доверенность. Капец, захотите 5 тысяч рублей? В исковом заявлении такая сумма заявлена? Да, есть такая сумма. Мне надо сказать, пожалуйста, два заявления в требуйте 5 тысяч рублей. Да, от организации требуем 5 тысяч рублей. Давайте сделайте возврат. Ну, сейчас подождите, пока не трогайте, пожалуйста. Сейчас служебная безопасность придет и мы разберемся с вами. Ну, понятно, короче. Вызывай сотрудников полиции тогда. Позор это нам делаете, нет? Сейчас подождите. У вас в камере записывается? Убязательно. Убязательно. Смотрите, вы сейчас тратите на ваше время. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас такое непонятное? Покупатели покупали масло сливочное. Короче, тут он просрочен, 4 штук покупали. Вот они требуют, типа, подписчик компенсировать их, вот, да, либо знать, где подписчик компенсация, по их заявлению. Да, вот они меня давали, да. Так. Ну, они хотят, что это все было, все созваниваться с СИЗой. Как вас забыть? Я это понимаю. Самый старший магазин. А что вы прячете? Захотел? Извините. Если не хочешь быть уволен, бейджик, покажи. Ну, ради бога. Бейджик, покажи, с кем общался я. Вы не тыкаете, вы называете, пожалуйста. Бейджик, покажите. Вот так разговаривает со мной, а не тыкаете, пожалуйста. Бейджик, покажите. Я не обязан вам показать. Тогда бейджик, покажи. Не тыкаете, пожалуйста. Бейджик, покажи. Не тыкаете, пожалуйста. Бейджик, покажи. Ты на работе находите или где? Вы себя ведите уважительно, потому что вы сейчас ведете себя неуважительно Я попросил показать бэджик, вы находитесь на работе, вы обязаны представиться Вы вам передали официальные документы с персональными данными Бэджик покажите, кому я передал документы Вы для чего носите бэджик? Для того, чтобы его прятать от покупателей? Для чего бэджик носим? Вы ничего не попутали? Вы находитесь в Российской Федерации Ты скрываешься или что? Представься С кем я разговариваю, представься Не повышайте голос Покажи бэджик, конфликта нету Конфликта нету Конфликта нету Бэджик покажите Тогда покажи бэджик Не надо мне ничего объяснять Мне объяснять ничего не надо Покажи бэджик Бэджик покажи Будьте уважительны Вы будьте уважительны Уважьте просьбу покупателя Бэджик покажите Мы вам передали персональные данные Кому мы передали? Почему вы не представляетесь? Вы можете объяснить, почему вы не представляетесь? Вы скрываетесь? Да Денис, он сказал, что скрывается Вызывай полицию А вы что хотели мне сказать по поводу, что я нахожусь в территории Российской Федерации? Я хотел сказать, что в Российской Федерации есть законодательство Обязаны представиться, принять претензию и так далее Давайте еще один маленький вопрос Давайте, хорошо Ну вообще-то у меня консультации платные на всякий случай Я так вам Ну вам бесплатно В качестве ликбеза Еще раз я хотел спросить, что вы хотели сказать, что я нахожусь в Российской Федерации? Что вы хотели сказать? Ровно то, что я сказал, что вы находитесь в Российской Федерации, в которой действует законодательство Вы как русским языком владеете? Вы русский язык хорошо понимаете? На что это было намек? В Российской Федерации, как и в любой стране, есть законодательство, которое нужно исполнять Вы его не исполняете Какой тут намек? Я вам прямым текстом это говорю Представьтесь, как вас зовут? Баскарного Водолей Да подождите, ну можно я как бы прочитаю и зафиксирую? Теперь вы представляете, что вы Покажите, я вам обязательно представлю Более того, все мои персональные данные вам были переданы Мамадалиев, Бахтеж Все, спасибо Представьте свой документ, пожалуйста Все, спасибо большое вам То есть я Мамаев Владимир Владимирович Согласно доверенности, которую вы держите в руках А это мне забрать? Конечно, это для вас, это для вас, да Сейчас, подождите еще Все, вы можете забирать как бы Нет, подождите сейчас еще, секунду Одну минуту Так, теперь паспорт, все, я официально показал паспорт, что представитель Вы можете возврат оформляли вас Серьезно что ли, это мой товар? Это мой товар Я же вас врат Я приват Масло забирать или что? Я приват Масло забирать или нет? Они хотят забрать Забирайся только не Забирай масло Они хотят мне отдавать Они вот мне хотят сбросы не отдавать А что мне делать? Они не дают меня Они вот видите по камеру Доверенность это еще забрать Пошли Уберите пожалуйста так, чтобы персональные данные наши не были доступны Потому что иначе мы вынуждены обратиться в полицию За совершение административного правонарушения Ну, подождите Уберите данные отсюда, чтобы люди не видели Уберите данные Адреса, ну все данные паспортные и прочее Все на видео фиксируется, все предоставим Мамаев Владимир Владимирович Ну, это конечно конченный магазин по ходу дела Сейчас надо оформить за распространение персональных данных Потому что он оставил в открытом доступе Лежит любой человек Сейчас такая мышь, что я стою, мешаю, чтобы никто не смотрел А так сейчас доступ персональных данных имеет любой желающий Ты смотри, как он провоцировал нас, да? Типа мы с него, типа там 5000 Я подчеркнул, что во-первых, исковое заявление Во-вторых, с организации И он позвонил, сказал, что мы требуем 5000 Куда ваш этот руководитель пропал? Может быть все-таки он подойдет и Исправит свое правонарушение? Зовите любого человека Который уберет данные Персональные данные с видного места Вы можете переложить так, чтобы они не лежали на видном месте Это наши данные Я не хочу, чтобы их никто видел Вот замечание сделают и вашему руководителю Который вердет себя, как свинья последняя Он взял документы и положил их сюда Кто там все возмущается, не могу понять Вам что больше всех надо или что? А вам что больше надо? Да что ты лезешь? Что ты лезешь? Что ты лезешь? Что лезешь, говорю? Что за выражение? Что лезешь, говорю? Вышла отсюда, вы все молча А вы выйдете отсюда? Выйди отсюда Выйди, указывайте на мне, что мне как Делай Давай, иди отсюда Эскимо, ты наша Иди давай Красавица престарелая Срок годности 3 года Изготовлено 01.07.2020 год Сейчас у нас 27-е, 09-е, 23-е На 2 года и на 2 месяца просрочены Вот это, да Вот еще одна Но выкладываю в сторонку Ничего страшного Так вы молочку и мясо едите просрочено Вам тоже ничего страшного Что? Идите в просрочку Идите Для вас делают скидку И вы покупаете со скидкой просрочку Хотите? Бесплатно Нет, я хочу А чего? Может все равно Попользуйтесь Для лица Почему? Для рук Я или для рук Смотрите какой Идите в магазин Там в магазине Сейчас И все списываете Зачем списываете Вы же хотели Хоть говорите, что это ничего страшного Я вам бесплатно могу дать попользоваться Ручки помыть Бесплатно И вы покажите своим примером Что ничего страшного нет Ничего потом руки облезут Ничего страшного Заново Отрастет Что? Нет? Фу, как воняет Фу, спиртом воняет Гильдарук Антибактериальный эффект О, пришли сотрудники А, это ГБР у нас, да? Я думаю, это сотрудники Добрый день Мы не можем Ты что делал? Руки убрал Ты что? Руки убрал от меня Ударь меня Я преисполнен Ты руки? Куда? Что ты при ком ты? При исполнении Отошел от меня Отошел от меня Вышли отсюда Отошел от меня Зачем он меня трогает Вот и спокойно разговаривай Ты кто? Представься Передо мной Я покупатель Дальше что? Вы все Что мне указывают Куда мне выйти Что мне делать? Свободен так же Пошел со своим коллегой Пшел отсюда Пшел отсюда Ты в ком себя увидел Намордник насцепил Пошел отсюда Пошел отсюда Я тебе сказал Пошел отсюда Что ты базаришь Свободен Попробуй Что ты меня трогаешь Отойди от меня Не толкай меня Не толкай меня Не толкай меня Я тебе сказал На выход Я сказал Быстро Не толкать меня На выход Мы полицию ждем Ты что тупой что ли? И что полицию ждет Что она вам даст? В смысле что даст? Вы вызвали полицию На выход Правонарушение здесь Какое? Тебе нужно объяснить Представься Для начала Я объясню Представься 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 Еще раз говорю Что ты меня толкаешь Что ты толкаешь меня Орел Все на выход На выход Руки убери от меня, а ты даже и знаешь меня. Конечно, мы стали встречаться, не помнишь перекресток. Личная неприязнь, личная неприязнь, да, это Свободин. На выход, на выход, пожалуйста. Что еще тебе сделать, пожалуйста, не приближайся. Давай на камерах, надо будет ударить. Давай, давай, давай. Надо будет ударить еще раз. Вперед, на выход, мужчины. Что ты трешься об меня? На выход. Что ты трешься об меня? Понял меня или нет? Что ты об меня терешься? Отойди. Свободен, еще раз тебе говори. На выход, мужчины. Говори сколько угодно, свободен. Ты не напрягай меня, понимаешь? Не напрягай меня. Я тебя уже напряг, да? Что ты меня трогаешь? На выход, на выход. Да ты можешь говорить 110, 100, сколько угодно раз. Конечно, разберемся. Будет он еще толкать. Орел. Сейчас ты за провышение поедешь, по 203 статье Уголовного кодекса. Понял меня? Да. Что ты меня трогаешь? На выход. Что, сдулся уже? Сдувайся уже. Сдулся, говорю. Что ты меня тёлка как-то трогаешь? Что ты меня трогаешь? Я еще раз говорю. А что я такой матерый-то? Ты что, да? Да я такой матерый. А ты что, сдулся? Упокойся. Сдулся, да? Упокойся. Да ты никто, и звать тебе как? Да, да, да. Да что ты лапаешь меня? На выход, мужчина. Ты что, блин, изощренец что ли, а? Че ты лапаешь меня, орел, блин Че ты лапаешь Да убери ты свои руки Руки свои убери, ты понял меня или нет А я никого не оскорбляю Руки убери Дети стоят, видите Руки убери Ты че Ты че превышаешь полномочия Держи своего Своего напарника Держи, чтобы он меня сейчас не На выход дети стоят, вырубай Не надо ко мне трогать руки Не ты будешь решать, кто ругается Сотрудники полиции решат А че такой обиженный Не мог понять Досталось тебе по прошлому разу Что ты меня так хорошо запомнил Досталось, бедняжка ты бедная Так сейчас тебе еще больше достанется За то, что ты сейчас меня тронул Сейчас тебе достанется еще больше Еще раз Так не провоцируй меня Не провоцируй Да я сам буду сзади стоять Отойдет меня на безопасное расстояние Я уже устал тебе это повторять Что не надо меня лапать Ты че, озабоченный или что? Нет, нет, забудь Тогда не трогай меня руками С этими грязными Потными, вонючими Ну вот видите, еще одно оскорбление Сколько уже полсовет Да хоть стоя оскорбление Я говорю Потными, вонючими руками Вот ты заткнись Да, 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 да Стой, жди Если захочу, я уйду Вот они, ты будешь решать Рот закрой Перестаньте, пожалуйста, орать Рот закрой Никто не будет орать Мы стояли, никого не трогали Ты тут прошел провокацию делать Так, Денис, смотри Вот я фиксирую Это он меня схватил за руку И причинил мне побои Как минимум по 6-1-1 сейчас поедешь Но это в лучшем случае На улицу, мужчина На улицу Да, что ты, мой мальчик Да, сладенький ты мой Да Да, слынку сглотнул Сглотнул Сглотнешь скоро еще кое-чего Понял, нет? Все, замолчил Да, да, да Сглотнул Все, дул? Что такое? А что, сдулся опять, что ли? Прошлый раз сдулся И опять сдулся А что? Не можно вести дело до логического конца Хочется, да, мне врезать? Хочется, скажи Скажи, хочется, да, хочется Да Девочка уже плачет, смотрите Да отвалится Девочка уже плачет Иди отсюда Посмотрите, вот туда Девочка плачет уже, болезнь Что ты еще что? Что ты тут руки Перед лицом машешь, а? Смотрите, девочка плачет Что еще мне делать? Девочка плачет А мальчик что, не плачет, что ли? Все, сдулся Я вам это обещаю Чего ты обещаешь? Обещаю Что ты обещаешь? Сейчас свои связи использую Ооо, он у меня угрожает Какой ты молодец У тебя большие связи Скажи мне, а? Давайте кричать не будем Большие связи Я тебе так скажу, дорогой Скоро ты в ПМе работать не будешь Понимаешь? Тебе в прошлый раз не уволили Сейчас тебя точно уволят За твое превышение полномочий Ты рот закрой Да не кричите Потому что общественное место Да потому что он меня провоцирует И вы меня провоцируете И как это все происходило Было все зафиксировано Тем, что он подошел Схватил меня за руки И начал меня выталкивать Из магазина С требованием, чтобы я покинул магазин Кто он такой? Даже полиция себе такого не позволяет Я возбужден Он эмоционально возбужден Дальше же Да-да-да-да-да-да-да-да-да Если надо будет Я применю силу Понимаешь? В нужный момент Когда я посчитаю Что это целесообразно Для меня сделать Понимаешь? Пока я считаю Что это нет необходимости Ну ты попробуй Попробуй ко мне Применить силу Ты узнаешь, что будет Хочешь узнать? Да? Ну я надеюсь, что не хочешь Завали свою Да Уже завалил Да Не буду говорить Плохими словами Ну вот Ну ты додумал Молодец А я сяду Ох ты какой страшный Дяденька Как бы ты не сел Ты же меня не знаешь Что это? Да я тебя знаю Я вижу кто ты Никто Пустое место Работаешь охранником Съемка Охранником Да Да О, не просто Не простой охранник Денис А простой Да, простой Смотри Смотри Не обосрись Хорошо? Понял? Нет Нет, да? Я тебе советую Хорошо Соизмерять свои возможности Своими желаниями Короче, ты меня утомил Ждем сотрудников полиции Представляться будем удостояния Хотя покажем охранника Или кто вы такие? Вообще с кем мы разговор ведем? Его-то я восстановлю по видеозаписям Понимаете? А как вас зовут? Ждем полицию Если вы сейчас как красавчик Показываете удостояние Вообще мало У меня к нему претензий не будет Камеры Берите, пожалуйста Камеры не уберу Я так продикул Французов А звать как? Александр Сергеевич Александр Сергеевич Давайте сделаем так Вы своего коллегу Немножко остудите Чтоб он меня не провоцировал Я человек эмоциональный Я могу, так сказать Ну, возбудиться Да? Я могу там что-то сделать Что-то сказать Может быть Что ему не понравится Но опять же в рамках закона Вы должны иметь это в виду Ну просто он себя ведет Понимаете? Неправильно Он увидел девочка Которая плачет Не знаю по какой причине И он начал ко мне применять силу Понимаете? Ну это неправильно Давайте все успокоим Вот тут смотрите Зачем он сейчас Он суфлирует Тут это да-да-да Хи-хи-хи Его задача Как мебель Стоять и не отражать И не отсвечивать Вот бери пример С вашего коллеги Конечно А что думаешь Я тебя боюсь? Скажи мне Ты думаешь Я тебя боюсь? Скажи честно Ты думаешь Я тебя боюсь? По-моему Вы хотели закрытый разговор А что ж ты меня пугаешь? Все пытаются пугать Пугать Рано или поздно Я выйду из магазина Ну конечно Я выйду из магазина Все разговаривать Если ты хочешь со мной поговорить Да так ты прямо так и скажи Успокойся Хочу поговорить Успокойся уже Клоун Успокойся Слушай А за клоуна ты сейчас ответишь Ну что ты мне не говоришь Мужчина Давайте не будем Ну ты знаешь Что такое слово Клоун оскорбление В данном В данном контексте Наших с вами общений Цирки Клоуны Ну все Короче Заявление сейчас будет По 6.1.1 И по По оскорблению Все окей Ну ты молодец Так Директор Менеджер Менеджер Мы сделали заявление В полицию Сейчас У вас есть шанс Пресечь Правонарушение Которое вы сейчас Совершили Убрать Персональные данные Потому что Мы не можем Покинуть магазин Не убедившись Что наши персональные данные Не будут лежать В открытом месте Вам были переданы Персональные данные Ты че лезешь Ты че лезешь Ты кто такой Ты еще Свою Свою Ряху закрой Понял Не надо комментировать Я разговариваю С сотрудником Магазина Зачем ты Так ты Не влезай В разговор Я с менеджером Я Только ты Заткнись Я продолжаю Разговор Значит смотрите Давайте С вами отойдем Чтобы этот коллега Не мешал Смотрите Вот это называется Персональные данные Тут все написано Паспортные данные Адреса Ну все данные Понимаете На видео зафиксировано Как вы это взяли А потом оставили И ушли Мы не можем просто так уйти Потому что это персональные данные Они доступны Неопределенному округу лиц Да закрой рот свой Рот свой закрой Рот закрой Рот закрой Закрой рот И разговариваю Поэтому смотрите Чтобы нам не оформлять Вас Вот это правонарушение Называется персональные данные Распространения Вот таким вот способом Просто уберите И мы отменим полицию Пока мере в этой части Все Спасибо Спасибо Хорошо Не допускай проконсультироваться Не Здесь налицо Правонарушение Налицо Он оставил наши персональные данные Которые ему официально Были вручены А что такое охранник Борзый Помнишь это пятерочка Когда вот этот Когда он на меня бычил То все толкал Толкал Это что он Видишь как он надолго запомнил Он намордники на работе Да и он решил меня В прошлый раз ему не получилось И меня из магазина вытолкнуть Он решил думать сейчас получится Ну вот один такой поэмовский На Софи Перовской работал Выгнали Это тоже не могут работать И он его тоже выгонят Это вообще Полиция не применяет сил Вы вообще не имеете права Вообще подходить к людям А что замолчили Ты почитай свою инструкцию Вообще Какой применять сил Ты даже бы опросить что-либо Сейчас они будут очень вежливые Смотри Они взят включат дозорчики И будет демонстративно Ой А что такое А что ты меня фоткаешь Ты разрешал кто-то на свой личный телефон снимать Балаться будешь Орел С картинкой Тебе разрешали кто-то снимать На свой личный телефон А ты что будешь мастурбировать ночью что ли Да Мастурбировать будешь Да А ты точно гей Предстаешь Предстаешь что Ты сам сказал что-то будешь Ночью Я тебя спросил просто Ты подтвердил Ну значит я не ошибся Можно еще что-нибудь сказать интересное По поводу того что вы сказали При детях При всех Давай При женщины Говорите Что вы сказали про ночь Прошла 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 Сказать Продолжаем То что про ночь Сказали Какую ночь Ты нас приглашаешь куда-то или что Чуть понять не могу Продолжаем разговор Ты хочешь поговорить или что Тебя что-то беспокоит Тебе надо к психиатру И даже психолог тебе не поможет Так отчет Гришь на вы А теперь опять на ты Переходим на вы Хорошо Ну так ты скажи что ты хочешь Тогда на вы Ты что подошел ко мне К нам Ты зачем к нам подошел Вообще С какой претензией Какими-то вопросами Хорошо А ты что Резко решил перестроиться Товарищ Мамаев Да я тебе не товарищ Тамбовский волк тебе товарищ Понимаешь Ты для меня никто Ты обычный покупатель В форме непонятного Какого-то человека Чела Который даже не представился В отношении от вашего коллеги Так что хотел ты от меня Скажи мне Лично ты что хотел от меня Что ты ко мне подошел С какими-то претензиями Что конкретно Вот понимаешь Вот сдулся и все Беременная женщина Давайте как Тогда мы переклесткиваем Телефон человеку разбили Разбился Продолжаю Да все это там Мне телефон разбили Орел ты ничего не путаешь Ты как-то ролики Более внимательно смотри Полово 40 Да так смотри Кому разбили телефон Но я разбили телефон Ты заметь у меня другой телефон Сейчас Сотрудник у Серебрёвского У тебя с головой нормально Ну ты что больной что ли На самом деле Продолжать 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 Видеоролик Тополу было 40 Посмотри внимательно Мы с сервисом с вами связаны Давай давай Слушай Несмотря на то что я очень загружен Но я выделю особое время Для тебя Продолжать разговаривать А с какой целью ты снимаешь Скажи мне Тоже будешь Блогером Охранник Так я вижу Отойдите пожалуйста Ну ты еще опять дотронься до меня Ну я вообще то не трамвай У женщины есть язык Вы хотите пройти Женщина Ну не попадаете А уже попали Не давали у них Серьезно что ли Не давали Нам не интересно Ну так проходите Молча Молча Вы меня не оскорбляете Я вас не оскорбляю Снимать меня не надо Да я вас не снимаю Вызвали сюда ГБР блогеров Снять контент Для внутреннего пользования Да Так я продолжаю Что мне становится делать Ждем сотрудников полиции Вот Мы хотели молча ждать Вы же не можете Вы хотели Молча ждать Посмотрите Вы хотели Посмотрите Ну я вообще это что-то Это не мое О нет Это не вы Да да У меня ведется непрерывная видеозапись Причем я так понимаю Ведется с разных За рукава За рукава Да А синяки просто так появились Да А на каком основании Ты меня за рукава дергал Скажи мне Да потому что вы не имеете Провод здесь находиться Так что вот и все Нифига себе Прикинь А ты здесь Что ты здесь Сделаешь Посмотри До 2 месяца Прошло Угомонитесь Разговор окончен Что ты посмотри Ты не хочешь Купить себе Купить себе Другами губами Спокойтесь Все Ты что вообще с головой Все успокой Я вижу тебе с головой Вообще не алью Ну вообще Такой удивительный чел Вообще просто А прикинь Такой разговорчивый Слушай Вот таких я мечтал Встретить охранников Просто Вот они мне контент Сделают Да я тебя уже Только вот случайно Вспомнил По твоей реакции Как ты начал на меня Быть Четок и всего А так ты что-то Постарел Немножко На этом телефоне Осталась съемка Того времени Серьезно что ли Оооо И ты решил Обновить свою Видотеку Ну да и что дальше Выбирать терминологию Да как охранники Посмотри что они себя ведут Как Ведет себя неадекватно Прибежал сюда Начал меня выгонять За руки хватать Силу применять Оскорблять Да ты рот закрой Тебе еще раз говорят Никто никого не оскорбляет Не надо провоцировать Говорю рот закрой Это грубое выражение Оно вприличное Да не заслужил Ты не заслужил Ты для меня Ну никто Пустое место Ну это я заметил Как ты себя ведешь Да Ну только ты находишься на работе Не забывай об этом Когда будешь не о работе Встретишь меня В темном углу И будешь со мной разговаривать Если Ну сможешь со мной поговорить Понимаешь Если вывезешь разговор Можно это самое Разговор окончить Можно да Ну так свободен Давай Али-алю Гони гусей Давай смельчак Что-то ты как-то Начал мяться уже как-то Не уверенно Что там уже в штанишках Что-то лежит Да что-то мешает Что-то вонять стало Нет Это не ты От тебя случайно Да я тебя спрашиваю Что-то вонять стал Нет тебя Нет тебя Даю воняет Там смотрите Там Я вам показал Все вы спокойны Или да Или ты в туалет Заходил Мы никуда не уйдем Подождем тебя Сходи в туалет Сходи Воняет Сходи воняет Денис Чувствуешь вон Такая Денис Посмотрите Скажите вашему Коллеге Чтобы сходила В туалет Ну воняет Просто Ну потому что воняет Мне воняет От него Воняет Ты духами Я вообще пользуюсь Или нет Дождемся Содневников полиции Выйдем Обязательно Я не хочу Чтобы мои персональные данные Были доступны Третьим лицам Чтобы люди были спокойны Спокойно Делали покупки Выше выйти на улицу Если бы тебя здесь не было Было бы все очень спокойно Ты что думаешь тебя боюсь что ли Да нет я так думаю Я смотрю так грозный Да я очень грозный Да Ну насчет сильный Я не сильный Но я не боюсь Тебя поверьте Я не буду брать Это эти документы Официально были переданы Под видеозапись Дальше моя задача Чтобы эти документы Ну Это в суд вообще-то подаются В любом случае Документ Вот ты хреновый юрист Хреновый юрист Понимаешь Советую со мной Со мной Чтобы не судиться Мы выполняем Обязательную процедуру Вручаем копию Скового заявления Ответчику Понимаешь Ну бабок тебе не хватит Поверь мне Ну либо такой дюрист Дешевый Понимаете Да Ты смотри О Еще фамилию Скажи И твой родственник Вылетит как пробка Из правоохранительных органов И тебе скажут Спасибо за это Он как раз не будет нарушать закон Да сам факт, что ты сейчас ссылайся на сотрудника полиции Который там Тебя может крышевать и тому подобное Уже говорит о том, что ты неадекватный Под советом подсказать Под советом подсказать Да, да, да Он тебя юриста так понимаю Он не имеет заниматься никакой деятельностью Кроме своей правоохранительной Понимаешь? Он не будет заниматься Да он не имеет права вообще Какие советы давать Я еще раз говорю Тебе еще раз говорю Глупости не говори Держи свой язык за зубами Такими, как вы, поверьте Такими, как вы, бестолковыми А, бестолковыми Это твое оценочное суждение Или это оскорбление Ты-то для меня Это точно бестолковый Но это мое оценочное суждение Судя по твоему поведению А то, что ты меня назвал А то, что ты меня назвал клоуном За это ты ответишь Я работаю Я тебе открою секрет Я работаю Я оказываю юридические услуги И вот очень будет приятно Посудиться с тобой Это чисто твоей компанией В которой ты работаешь Называется ПМ Которая юридически будет отвечать За все твои действия В том числе за синяки За то, что ты превышал Свои полномочия Нет, я тебе серьезно говорю Они тебе там уже в порядке регресса Они тебя выставят Выставят Реквизиты я найду В вашей компании Тем более я уже писал Туда какие-то обращения А лучше вообще закроем разговор С джерн-нерап А что так сдулся что ли Все, потух Нет, я до этого хотел Хотел до этого Я предлагал Я тебе предлагал Когда знаешь Ты уже начался вести неадекватно А что, не выдержал Да, все Вот такого напора нету Не ожидал, да Все На этом ты сдулся Что, память закончилась Купить телефон подороже А что так слабенько-то, а Смотри, Денис, смотри Он сам уже от меня отошел Уже и не бычин А, чтобы как бы Не вонять здесь, да Молодец, правильно Все, давай Отдыхай Проветри свои штанишки Что такое аквафан? Не медь права Вообще людей трогать Да, конечно Вообще трогать Ни при каких обстоятельствах Да ты почитай внимательно Свой закон Оботрадно Посмотри, как он сдулся Ты посмотри Все, он уже все понял В какую клаку он попал И что сейчас будет Да качу, что изначально себя вел Да кто ж тебя оскорбляет Тоже тебя оскорбляет На камере пятерочки Да вы в жизни не дождетесь Все эти камеры пятерочки Там даже был конец На этой камеры И сделать Да какую праву За что На что За то, что мы пришли в магазин И выявили просрочку И вручили Да ты при детях Применял физическую силу К покупателям И ты пытаешься нас учить морали Я покупатель Любой человек Который здесь находится В магазине Это покупатель Так разговор окончен Так вот сначала Нужно было разобраться В ситуации А потом применять силу Так ты угомонись Все, давай Не будешь шуметь О, не будешь шуметь Вот вы вовремя Начинаете делать замечания Своему коллеге Вот еще один синяк Слушай, я весь в синяках Мне по-моему избил этот товарищ А? Вы зачем так Жестко обращайтесь С покупателями Зачем вы меня Зачем вы меня Зачем вы меня избили Посмотрите У меня рука сильно болит Ну пожалейте хотя бы меня Извините Товарищ клоун То есть вы продолжаете Давай, как тебя зовут Давайте я буду Славиком называть Раз ты не представился Славик, Славик Вот если ты извинися Я тебе обещаю Славик Славик, обещаю Если ты передо мной извинися Я не буду Не буду на тебя писать заявление Вот только извинись Извините Если что Пожалуйста Встаньте только туда Ну только искренне Чтобы это прозвучало Я говорю Славик Встаньте пожалуйста Славик Извинись Если что-то Скажи Скажи Извини Я буду Встаньте пожалуйста От меня Давай Чтобы четко зафиксировался Извинения Я обещаю Я не буду писать на тебя заявление Я говорю Пожалуйста Встаньте Я не буду писать заявление Извинись Я говорю еще раз Товарищ Встаньте пожалуйста Я встану Извинись Ну скажи Будешь извиняться Я не буду писать на тебя заявление За применение Мне физические силы Необоснованные Ну ты считаешь Что ты был прав Или нет Пожалуйста Ты превысил Свои полномочия Или нет Ты причинил мне боль Физическую боль Синяки у меня есть Ты синяки видишь Синяки видишь На руке За которую ты схватил Скажешь Что вы туда встали Достану Не переживайте Все Идите туда Не Ну ты вроде как Начал извиняться Потом что Передумал резко Так искренне Извинись Ты пойми Что Ты потеряешь Работу Ты работу потеряешь Потому что Ты не заслуживаешь Быть сотрудником Даже охранной организации Ну извинись Ты прикинь Сколько ты выиграешь Тут дело не в штрафе Которую ты заплатишь За побои А в том что Ты работу потеряешь Извинись Пожалуйста Встаньте вот туда И стойте Ждите Славик Извините Какой вам Славик Ну я же не знаю Как тебя зовут Я потом тебя Славиком Называю Да я спокоен Я тебе открою секрет Я изначально был спокоен А уже не трогаешь Я должен быть благодарен Славик 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 я должен был благодарен тебе Славик я тебе открою секрет Я изначально был спокойный Да Просто Ты сам ведешься на провокацию Ну идите пожалуйста А вот сейчас ты сдулся Почему сдулся то Ну извиняться то будешь не от Славик Славик ну извинись Я не буду тебя заставлять на колени становиться Не буду Не буду Идите туда встаньте Славик А в 112 звонил нет Если что я вам все уже скажу Относить его отношения Так что все Недорогой Какие твои действия были Набросился с порога Ни здрасте Ни до свидания Физическую силу Начал выталкивать меня Это нормально было при детях А? Обзывание меня клоуном Это нормально было? Ну продолжай Это ваши слова были Не мои Одно дело Как ведет себя покупатель А как ведет себя охранник Находясь на работе Да я хочу поговорить А то он сначала спровоцировал И в кусты И поговорить не хочет Славик ну давай пообщаемся Уже на вы так просто вежливо О жизни О том О том о сём Жена Дети есть Мне просто интересно Я уже вас не трогаю Ждем на ряд по лесу Так что значит уже А славик Мне просто интересно Вот такие персонали Как ты Мне просто интересуют А я изучаю Как кроликов Товарищ клоун Это ты к вам о себе? О себе О себе да Ну слава богу А то я начал уже воспринимать Как будто это в мой адрес Это прозвучало А то что о себе то ладно Как вы самокритичны к себе А вы не подскажете Как вашего коллегу зовут Потому что я всё время славик Славик А он наверняка не славик Я не буду воспринимать Я не буду воспринимать В смысле Это данные Фамилия Имя Отчество Это данные А у вас сейчас старший кто в даряге? У нас нет старший Нету? А вот если кто-то будет нарушать что-то Ну как-то будешь там воздействовать на человека На коллегу Сказать что не надо А почему сейчас не воздействовал никак Когда он ко мне начал необоснованно Принять физическую силу? Ну тоже с агрессией Ну я всегда отвечаю Агрессии на агрессии Потому что это называется Защитная реакция В ответ нужно проявить Такую агрессию Чтобы тот человек Который нападает Остановился А что всё? Убегаешь что ли? А что ты убегаешь? Чтобы твои персональные данные Не установили По побойчикам И по 203 статье Уголовного кодекса Так она была включить Так она была включить Пожалуйста Устанавливается Так это установим Просто у нас сотрудники полиции Тоже не хотят работать Это я уже в курсе Я зазнал до тебя еще Как-то только здесь появился Кого мы ждем? Ты только не убегай С места На мой взгляд Преступления С твоей стороны Хорошо? Попросите там Кого-нибудь другого Чтобы выехал на Какую-то там Точку другую А вы дождитесь Ты за клоуна ответишь Понял? Орел У меня столько уже оскорбили Какими словами я тебя оскорбил? Какими словами я тебя Какими словами я тебя оскорбил? Назови хоть одно слово Как? Какие слова еще раз Какие слова? Я тебе не употребил Ни одного оскорбительного слова А ты употребил Да Товарищ клоуна Товарищ клоуна Да смотри он продолжает Покурить Боюсь Успех Все будет Да он Да смотрите Он боится меня Он боится меня Как не знаю кого Не не боишься А что ты так боишься меня А куда твоя смелость пропала Ну скажи Куда смелость-то пропала И вам наверное надо видео показать Когда я вас снимаю Ну покажите Мне просто интересно Да Давайте покажите Мне просто интересно Что вы там могли нас снимать Потому что ну по большому счету Ничего вы там не снимали Тогда просто выключите Сейчас пока Я вам покажу Хорошо Ну сможете выключить? Я могу в сторонку отвернуть У меня просто идет непрерывная видеозапись Ну в сторонку отверну Вот в сторонку отверну Ну чтоб меня Я пока Ага Вроде бы тогда поговорили Ну поговорили Нормально разошлись Да Ну а сейчас что это все надежда надо опять начинать пятеркам ходить и так как почему вы не делаете уроки с первого раза вызывает ну такой претензии предъявите и выставите им штраф штраф за то что ложный вызов был раз по закону по закону дарс получать раз вызвали нас значит вы совершаете противоправный где это абсолютно не значит если вас вызвать вы придете здесь такое говорили ничего не говорили смотри у нас снял понимают они заснял то ничего хорошо я тогда у вас камер видите да ну смотри я тебе так скажу а то что не пишут нет я типа так скажу что у нас пишется с разных источников и звук и видео я никогда пойдет вам зачем это вообще все нужно и денег хотите каких-то мы подали исковое заявление соответственно чтобы наказать этот магазин компании которые хотят да мои услуги 160 тысяч вот вот этот иск гражданину масло денису на то еще обойдется в 60 тысяч причем здесь пятерочка мы в магазин в магниты вручаем во всех перекресток любой магазин любой магазин и находим просрочку предъявляем исковое заявление подаем в суд мне дениса на дочь платить деньги потом выставляем как судебные расходы все покупатель который в данный момент че права были нарушены я представитель вот тут доверенность и все там написано конечно я представляю интересы да денис анатольевич вызвал меня мы подали исковое заявление доверенность все под видео запись все вручили дальше должны были покинуть данный магазин но человек развернулся бросил документы и ушел а мы не можем так уйти он получил от нас документы потому что сейчас любой человек понимаете что выявленная просрочка вот это и получать скажем так чтобы абсолютно выявлено можно отнесено человек не было травм чем-то нет да если было травмин тоже уголовная статья а так как вы здесь по какой вообще причину скажите еще раз объясняю человек купил товар он просроченный . дальше он имеет право согласно закону защите прав потребителей компенсацию морального вреда получим пятерочки предъявил бы пятерочки из но мы это и сделали мы что-то сделаем и для этого и сделал я здесь для этого нахожусь мы под видеозапись непрерывно заходя в магазин приобрели просрочку примут непрерывно запись заходим магазин и приобретаем на кассе все фиксируем непрерывно видеозапись дальше делается перерыв я это все фотку опять включается видеозапись он купил четыре пачки масла но это его личное дело вы выявили только вот эти бутылочки нет это это уже вы вывели когда сотрудников полиции вызвали это просто вот скучно было стояли здесь вот он посмотрел здесь еще посмотрел вот и хватит он может подойти сказать у вас просрочки просто берите у вас прилавка 6 7 капустом 3 5 пятерочка очень лояльно подождите лояльно относится к покупателям и это самое можно всегда подойти сказать я купил можно мы так и делаем мы так и делаем да но иногда иногда их нужно скажем так воспитывать так называемые финансово да почему потому что ну я на этом зарабатываешь он сказал я работаю лично я работаю моя услуга стоит вот это исковое заявление которое подано 60 тысяч конечно наказывать потому что сейчас работаю сейчас роспад на наказывать магазине конкретного человека естественно руководство пишите здесь вы состоящие руководство причем здесь персонал вон исковое заявление там написано потому что мы не пишем на персонал мы пишем на организацию и ответчиком суде выступает организация но все а тут я не знаю какие претензии у нас нет никаких претензий к работникам это руководство пускай разбирается так мы себя вели корректно да очень корректно вели говорили здесь про ность такую так это потому что вы вы так спровоцировали я с вами разговаривался даже если мы при исполнении мы мы при каком исполнении при каком исполнении ты точно такой же охране как любой другой человек какой исполнить ты в себе увидел правоохранительные органы ну какие правах и очнись очнись где-то находится мы тоже по закону работает вы понята подождите вот вот сейчас успокойтесь я вообще спокойно изначально спокойно можно же делать так чтобы допустим вы сделали все и решать это через суд так мы так и делаем мы так и делаем мы фиксируем доказательства это называется потому что в суде не доказать что мы купили просрочку если у нас не будет докажать ему надо обязательно вот вести себя при людях при детях так агрессивно когда как агрессивно вы не видели как было у нас есть непрерывная запись интересно я тебе полностью запись могу скинуть не не жалко я говорю об о том что что вы говорите надо следить немножко за разговором так ничего не говорим при детях я вообще молчал вы представляли нас это сама называли нас говорили терминология такая у вас была относительно не знаю сами знаете смотрите начнем с того что все пояс все все мои это вашим и у вас мысли ниже пояса все что я говорил и говорил в рамках разумно знаете что не все было записано и теперь почему у меня все записано я все в суд предоставлю вас я суд то предоставлю когда на вас будут писать заявление суд все предоставлю поверьте мне непрерывная запись и видео и аудио из разных источников почему так надо обязательно выражаться в магазине так я вам еще раз говорю никто не выражался я вообще вел видеосъемку я фиксирую ну потому что вы просто пытаетесь сейчас соскать смысле в чем признаваться того чего не было я же говорю а могу видеозапись показать непрерывно если вы думаете мы в суд предоставляем записи мы будем себя там вести неадекватно вы ошибаетесь владимир владимирович меня зовут пора запомнил да а ты славик все-таки не бойся называть свое имя как минимум сегодня мы приехали купили детское питание просроченная на 7 суток они убирают по зачем а что там 500 рублей штрафа сотрудник предложил выгодить сделать им замечание они уберут так можно хоть каждый день ходить делать замечание можно за них убирать просрочку не оборзли до такой степени что мы будем работать как у нас там помнить девушка а не говорила да у тебя нужен у нас есть вы приходите убираете просрочку зачем мы будем ее убирать вы же есть для этого ну идет тот человек с ребенком времена бегать бегать схватил трубочку ставил и пьет да тот раз на кассе оплатил но выкинули тут а потом думают за чужим это хреново все же вроде свежие а он окажется попил ты а ты не смотришь на наши га не вот это опасно на пять месяцев было посол детского питания хочу ребенка будет давно уже ушел если бы вот этот документ не лежали здесь сейчас начали говорит мы можем применять силу я в каких случаях вы будете все крушить его мы крушили и стояли спокойно стояли спокойно я просто стоял право не убежал сразу туда покиньте магазин вы должны быть начал толкать да сразу сразу же конечно я вспомнил да это перекрестки вылазка так он так же себя бил да мы когда с тобой были он типа что я без маски типа без маски покиньте магазин иначе мне вот так вот а тут уже маски не на толкал толкал и в итоге я когда уже знаешь вот так вот уперся такому сотрудники приехали ребята вы чё стесняетесь что ли мы вызывали они он вот на заявление на этого гражданина чтобы никуда не убежал по 6.1 сейчас его привлекать будем денис я вижу кто приехал я тоже девочки которые это же сейчас по-своему это сейчас серия номер два будет сотрудники полиции опять стесняемся обязательно но он вас вызывал нет он вызывал вас нет вы вызывали сотрудников полиции давайте пообщаемся смотрите мне нужно зафиксировать этого гражданина он не представился на он нанес мне побои а вы снимать и так установить личность этого человека он к сожалению не представился я его ваши нет не надо мне говорить по моему сережа зовут там по предыдущему заявлению ролика вообще по закону об охранной частной детективной деятельности статья 12.1 он обязан показывать удостоверение это не может быть информация которая там он может скрывать и тому подобное ну я не хочу вас сейчас вам вас обучать потому что ну это будет народ оценит народ оценит да я напишу народ оценит ваши действия мне надо сейчас чтобы вы пресекли одно правонарушение давайте с этим вопросом по побоев мы закончим чтобы мы могли уже выйти отсюда из этого магазина нам надо чтобы пресечь правонарушения смотрите мы сегодня вы или в этом магазине просрочку значит ну купили ее соответственно сделали возврат и вручили исковое заявление под видеозапись все зафиксировано руководитель принял от нас исковое заявление и бросил в открытом доступе то есть там находится наши персональные данные там доверенность а ну пойдемте покажем вот мы не можем уйти чтобы никто не видел вопрос о просрочке просрочки что являлась 24 пачки масла сливочного масла то есть он нападал уже но тогда тогда начальство вадим владимирович мама их пообщался с руководством с вашим тот извинился сам начальник попросил чтобы мы не написали заявление полицию это уже раз было понимаете а это уже повторно и здесь он уже напал пристаном просто толкался но тут хватать за руку ну да ладно мы какое-то дело плохое делали это то что вы вручили сегодня руководителю магазина он оставил и ушел понимаете мы не можем так уйти потому что там смотрите там какие данные находятся это надо скрыть лучше накруйте чем-нибудь чтоб никто не читал вас прикройте чем-нибудь да вот так вот так чтобы никто не видел видеозаписи не дают я имею на это право не имеете я вам говорю вы как хотите так это не пишет на видео регистрации как вас зовут роман к слышу меня зовут роман роман ну не позорьте хорошо ну пожалуйста ну пожалуйста ну вот вы не позорить вы как летуете я вам сказал в один раз встали ну неловку ситуации зачем сейчас у вас устали так зачем сейчас опять себе так ведете не серьезно ведем хорошо но вы нарекаю ролики смотрите вы прекрасно знаете что сотрудников полиции снимает выкладывают в интернете там уже все я вам сказал это увидим запись у меня был сохранена выкладывайтесь что угодно я взял если если вы ну конечно я выложили но я вам сказал что я не даю ну вы сказали то ваша права давайте документы ваши посмотрим в наших дела машины хочешь возьмешь расскажите вкратце рассказываю мы сюда прибыли с целью давайте я вам все расскажу вы меня не перебивайте так просто быстрее было значит мы пришли в этот магазин непрерывную видеозапись ведем с того момента как мы стали заходить магазин и как было совершено правонарушение а именно было продукт продана просрочка товары стояли с телефоном не снимали как я вас я вас попросил меня не перебивает умер тут такая спрашивать тогда дайте мне возможность вам рассказать а потом если у вас останутся вопросы будете задавать потому что если вы будете меня постоянно перебивать это ну затянет процесс давайте еще раз попытаюсь сначала надежда чтобы нибудь перебивать мы ведем непрерывную видеозапись почему для того чтобы потом суде можно было доказать что эту просрочку мы не с собой принесли что мы именно в магазине и приобрели и тому подобное соответственно включая видеокамеру на входе магазина она непрерывно всегда все снимает соответственно мы обнаружили просрочку приобрели ее на кассе все это засняли чеки зафотографировали все за все зафиксировано то есть доказательную базу полностью собрали да дальше мы составили исковое заявление вызвали руководителя сделали возврат товара по которому просроченный и вручили исковое заявление ну казалось бы все на этом да вот но потом этот руководитель начал там с кем-то по телефону консультироваться создавать конфликтную ситуацию это все на видео опять же непрерывно видеозапись ведется все это зафиксировано я обязательно вам все предоставлю по запросу без искажений без ничего без нарезки и тому подобного в полном виде соответственно он развернулся и ушел оставив вот эти документы положив их на стол и ушел понимаете я понимаю что я не могу уйти потому что я не знаю куда эти документы денутся там персональные данные адреса телефонные паспортные данные потому что потом на кредиты берут на людей тому подобное нет мы ему вручили по виде запишем еще раз говорю я не знаю там я говорю позовите он там какой-то автомобиль разгружает но просто вот это динам я не могу развернуться и уйти понимаете есть административная статья за это за распространение персональных данных в данном случае он таким образом совершил вот это деяние что данные стали доступны не определенным кругу лиц поэтому мы стоим здесь охраняем чтобы никто не мог посмотреть эти данные подвиги чтобы эти данные условно говоря либо он забрал мы неоднократно говорили мы не можем забрать потому что мы вручили мы я вам объясняю почему мы это делаем почему делом под видеозапись для того чтобы подать исковое заявление перед тем как подавать исковое заявление в суд мы должны приложить доказательства что мы это исковое заявление вручили ответчику объяснил суть обращения вручил исковое заявление он ознакомился долго консультироваться неприятно видеозаписи потом когда он понял после того как показал паспорт он показал наконец твой бейджик вот сейчас я тут стоп-кадр сделал и посмотрел его бейджик мама могли ли льв ну я думаю что он больше работать в этой организации не будет это однозначно то что то хамство как он себя вела но зафиксировано я думаю что руководство пятерочки сделать соответствующие орг выводы администратор магазина он удалился вызвал гбр мы стоим здесь просто стоим там там тихонько там между собой чем-то общаемся подбегает гбрс хватает меня за руки начинают выталкивать покиньте магазин это все заснято гбрс ну вот этот вот этот гражданин себя вел корректно все нормально он показал удостоверение то есть у них к нему претензии нет никаких конечно наших 61 на администратора магазина да за счет то что он распространил персональные данные и на гбр овца за 61 1 причинение побоев то есть он меня причинил неоднократно физическую боль вплоть до того чтобы не остались синяки водил полиции номер два проследуйте или на месте будет на месте зачем проследовать может вас сразу захотят опросить по этому поводу его должны вы доставить в отдел статья арест на его надо сейчас доставить который причинил гбр овца не знаете вот не пускают суды в службу своей власть вообще ко мне зачем обращаетесь но он правильно сделал замечание вы должны его доставить понимаете какое замечание оставлю что ли на месте ли что мы пока не знаю не приняли хорошо у вас есть бланк бланк при принятии устного обращения есть у нас бланк принятие устного обращения заключается в том что устно вы мне обращайтесь я пишу все давать я вам коротенько напишу если вы пишете заявление собственноручно это уже ваше обращение письменно я могу лишь бумаги предоставить либо может у вас есть собой ой роман давайте заявление роман давайте сделаем так давайте сделаем так вы делаете как считаете нужны как как вас учили я вам обращаюсь я хочу подать устное обращение пожалуйста примите мое устное обращение естественно письменный возраст за прокаталировав я напишу с моих слов записано верно мы не прочитано и мне прочтете если прочтете прочтете то что вы напишите вас почерк наверняка роман роман давайте сделаем проще вы не скажите вы от меня примите устное мое обращение принимайте все все на нем и вы никаких документов подавать не будет заявлением письменного письменного сейчас хорошо а как вы будете принимать от меня устное обращение я вас прошу вы письменно сейчас будете за видеть буду писать и даже вам сказал что письменно это подавать не будут я устное обращение вам дают за прокаталируйте его запишите не надо ничего объяснять руководство объяснит как принимаются заявления 735 приказ мвд объяснят и так далее 921 661 данный телефон как бы я не скрываю потому что у в личном доступе до связались какие-то поясни не дадите более сейчас письменное заявление писать не вы будете писать обязаны писать а к принятию устного заявления у вас письменного нет я даю устные заявления а вы его протоколируете а потом я подписываюсь конечно вы обязаны зафиксировать я подпишусь естественно он думаешь думаю что устно что это значит я мучу то сказал но развернулся и ушел что ли у меня такое впечатление складывается да это печалька какая-то просто ребята но сделайте вы что-нибудь с документами уберите их с видимого места вы уже в эти выйдем на улицу просто уберите ну хотя бы сейчас временно уберите любой сотрудник обязан принять обращение устное обращение заключается в том что я его произношу а сотрудник полиции вы фиксируют на бумаге и потом человек подписывается который дал устное обращение это не значит что устно сказали послушали развернулись и ушли вместо каждого из такое впечатление что сейчас у нас такая же история будет нет я надеюсь что вы зафиксируйте своим своей рукой почерком а я только распишусь что своих слов записано верно и мне прочитано я надеюсь что ну просто мне смешно на самом деле вам это объяснять у меня возникает такое впечатление что это надо делать я запрещаю вам вести видеосъемку выкладывать сеть интернет ну зачем вот это позориться знает что я вот это все буду выкладывать все это будет ну его слова вот эти будут запрещательны ну кто он такой чтобы запрещать он сотрудник полиции находится на службе во-первых это классно конечно мы показываем как они себя ведут находимся в общественном месте имеем право инфектировать и не кладут еще что вы найдете последние боевые пустое что-то не шевелится как он по администрации просто он как-то небрежно это взял смотрите мне я просто ну как бы он так как как-то блин я не уверен что это как бы сотрудник тот сотрудник да она все вижу вижу да забрал документы да как зовут-то вас сергей по моему от меня что-то вспоминается не сергей пожалуйста не сергей не по чё такое вы меня достаточно там провоцировать а чё зачем ты ко мне вот так вот подходил близко-близко а увидите а вот сейчас он отходит а как он ко мне интимное пространство нарушал как он себя вел вы обязательно это выложу а сейчас вот прям не подойти к нему серёж ну что такое но сергей же правильно или кирилл я не помню уже сергей кирилл сергей по моему или славик да неча заявление по 611 напишу свой удар даже сейчас не поздно и сейчас на видео мне скажешь извини меня за то что я превысил свои полномочия я не буду писать заявление сервер мне наклинает не надо извините и все и на этом закроем тему достаточно да все претензии к друг другу не иметь а